Аземпик, муджары, зибон – это чудо-укол или бомба замедленного действия? Весь Дубай буквально помешался на препаратах данной группы, а все дело в том, что здесь они доступны в аптеке, продаются без рецепта, и более 50% населения их использует. А все просто – сделал укол раз в неделю, и лишние килограммы тают, как на дубайском солнце. Но так ли это безопасно? Давайте разбираться вместе со мной. Меня зовут доктор Ксения Бутова, я врач семейной медицины и основатель двух клиник в Дубае. Подпишитесь на мой канал. Что же такое Аземпик, муджары, зибон? В основе этих препаратов лежит молекула семаглутит, которая была разработана в фармкомпании для лечения сахарного диабета. И во время клинических испытаний был замечен некий побочный эффект в виде снижения массы тела. И тогда весь мир уже стал говорить о том, что вот, наконец-таки появилось лекарство от ожирения. И действительно, это так. Сейчас современные исследования, и вы можете посмотреть, например, последние статьи на UpToDate. Это международная платформа, где выкладываются все современные гайдлайны, которые одобрены всеми инстанциями, которыми врачи должны пользоваться в своей практике. И там черным по белому написано, что препараты данной группы могут использоваться для снижения веса. И более того скажу, что если Аземпик и Муджара все-таки используются более для пациентов с сахарным диабетом, то сейчас появился совершенно революционный препарат, который в составе содержит те же молекулы, но он называется Зибон. И он уже непосредственно зарегистрирован для снижения веса. И это большая революция в мире медицины. Основными показаниями является превышение индекса массы тела более 30. Сейчас появится формула, и вы самостоятельно можете рассчитать свой индекс массы тела, находясь дома. Далее препарат вам может быть показан, если индекс массы тела выше 27, и при этом у вас имеется одно из осложнений ожирения, такое, например, как гиперхолестериномия, повышенный холестерин в крови, либо одно из сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, либо гипотероническая болезнь. Итак, индекс массы тела 27 плюс одно из этих заболеваний является показанием к назначению препаратов данной группы. И если в вашем окружении нет того, кто бы мог показать своим личным примером, как сработал этот препарат, то давайте посмотрим на звезд. Илон Маск, Лана Дель Рей, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, певица Адель, все они использовали Аземпик и сбросили десятки килограмм. Но так ли это безопасно? Давайте теперь поговорим про противопоказания. На самом деле каких-то жестких, ограничивающих противопоказаний у препаратов данной группы нет. То же самое касается и побочных эффектов. Если раньше были исследования, которые говорили о том, что препараты данной группы может увеличивать риск рака щитовидной железы, то теперь эти исследования опровергнуты. И этот препарат с точки зрения онкологии является абсолютно безопасным. Побочные эффекты могут отмечаться со стороны желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, задержки стула, в виде запора на несколько дней. Все это связано с тем, что меньше всасывается пища кишечники, и препарат блокирует центр голода. И таким образом вы просто хотите меньше есть. Ну, естественно, меньше еды входит, меньше еды, так говоря, выходит. Поэтому могут отмечаться в начале некие перестройки в виде того, что стул станет реже. Но в интернете про это не пишут, а все заголовки пестрят про зимпикфейс. Что же это такое? Почему появляется данное осложнение? А все дело в том, что когда мы стремительно теряем наши килограммы, уходит подкожно-жировая клетчатка, и лицо становится осунутым, что вы можете видеть по результатам похудения звезд. Все они выглядят очень старыми, с синяками под глазами и обвисшей кожей. И это действительно некрасиво. И сейчас мы поговорим о том, почему же это происходит. Мало того, что уходит подкожно-жировая клетчатка, которая формирует каркас нашего лица. Все дело в том, что в первые месяцы у человека появляется отвращение к белковой пище. Его постоянно тошнит, и он, к сожалению, не может употреблять достаточное количество белка. А мы помним, что белок является основой коллагена, белка, который как раз-таки создает каркас нашей кожи. Коллаген начинает тоже стремительно разрушаться вместе с подкожно-жировой клетчаткой. И лицо просто тает на глазах, становится осунутым и некрасивым. Но это осложнение грозит только тем, кто самостоятельно назначает препарат данной группы и не обращается за помощью к специалисту, потому что поддержка врача очень важна в первые недели и на всем протяжении применения данного препарата. Ведь грамотный врач, помимо назначения препарата, поможет выстроить ваше питание так, чтобы организм не потерял питательные вещества, которые так необходимы для поддержания нашего здоровья. И вы выглядели нормально, а не как онкобольной, как выглядят все пациенты, которые употребляют данные препараты. И в этот период стремительной потери веса важно поддержать наш организм добавками. Да, в обычной жизни я против них, так как они не имеют доказательную эффективность, если вы нормально питаетесь. Но если дело идет о пациентах, которые принимают азенбик, то здесь следует добавить в свой рацион такие добавки, как омега-3, омега-6. Также обязательно добавьте питьевой коллаген. Вы будете явно не доедать, не добирать белка, а это будет являться дополнительным источником, который поддержит вашу кожу и сможет профилактировать такое осложнение, как азенбик фейс. А сейчас прошу внимания всех девушек, либо пар, которые планируют беременность. Ведь есть еще одно осложнение азенбик бэбис. На фоне применения данного препарата отмечается бэйби-бум во всех странах, где он официально разрешен. И все это связано с тем, что ожирение является проблемой, часто которая сопровождается синдромом поликистозных яичников, которые вызывают бесплодие. И как только женщина начинает снижать вес на данном препарате, она легко беременеет. И это действительно удивительный феномен, который сейчас вызвал бум рождаемости. Итак, сейчас мы выяснили, что семаглутит является революционным препаратом, который действительно сможет продлить жизнь человечеству. Все дело в том, что он не только снижает лишние килограммы, но и профилактирует сердечно-сосудистые заболевания, которые ассоциированы с ожирением. А как мы знаем, ожирение является глобальной проблемой во всем мире. Препараты данной группы, одобренные FDA, не вызывают онкологию, либо какие-то другие опасные заболевания. Являются относительно безопасными. Но тем не менее, они должны назначаться строго по рекомендации врача. И желательно перед назначением пройти полноценный чекап организма, чтобы выявить все патологии, которые у вас имеются. Еще одним важным дополнением является то, что во время использования препаратов данной группы важно модифицировать образ жизни пациента. Чтобы он не просто потерял эти лишние килограммы, а во время лечения смог построить новый образ жизни, благодаря которому он сможет удерживать вес на стабильных цифрах. И в нашей клинике мы разработали специальные программы, которые помогут вам сначала пройти обследование, чтобы выявить патологии, либо присутствие противопоказаний к употреблению данных препаратов. И после этого полноценный курс, где вас ожидает поддержка не только врача-эндокринолога, а также нутрициолога и психолога, который работает с расстройствами пищевого поведения. А все это нужно для того, чтобы выстроить правильные цепочки в вашей голове, которые потом смогут поддерживать ваш вес без употребления данных препаратов. А они лишь будут неким бустером, который помогут вам изменить ваш образ жизни, стать страннее и более красивым. А для того, чтобы узнать подробности об этом курсе, переходите по ссылке в описании. Будьте здоровыми, красивыми и молодыми!